Стоимость налога на имущество для жителей Курганской области с 2020 года планируется определять по кадастровой стоимости недвижимости, а не по инвентаризационной, как это происходит сейчас. Соответствующий проект закона внесен в Курганскую областную думу. В пояснительной записке отмечается, что по федеральным нормам с 2020 года производить расчеты по инвентаризационной стоимости нельзя. Если не принят закон, то с 2021 года доходы от налога на имущество физических лиц перестанут поступать в бюджеты муниципалитетов. 12 сентября законопроект обсудили на заседании бюджетного комитета. После принятия закона налог на недвижимость для зауральцев может значительно вырасти. По факту смерти 49-летнего мужчины, который погиб во время рубки деревьев в лесном массиве около села Босковское Макушинского района, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Установлено, что вечером 9 сентября на территории Макушинского участка акционерного общества «Петуховский лесхоз» в специально выделенном лесном массиве группа мужчин занималась вырубкой деревьев с целью заготовки дров. В результате нарушения требований техники безопасности произошло неконтролируемое падение дерева, стволом и кроной которого были причинены телесные повреждения 49-летнему мужчине. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 18 семей получат в этом году субсидии на приобретение строительства жилья. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона 11 сентября. На предоставление социальных выплат молодым семьям, которые решили приобрести или построить жилье, в этом году из федерального бюджета выделено более 15 миллионов рублей и порядка 1 миллиона рублей из регионального. Субсидии выплачиваются в рамках подпрограммы обеспечения жильем молодых семей в Курганской области, государственной программы развития жилищного строительства. В прошлом году жилищные условия с использованием средств социальной выплаты смогли получить 37 молодых семей. В Зауралье завершились 19-е региональные соревнования «Школа безопасности» и слет «Юный спасатель». Участниками состязаний стали более 100 юных зауральцев. Спасатели демонстрировали свое мастерство в комбинированной пожарной эстафете, силовых упражнениях, приняли участие в поисково-спасательных работах и организации быта в полевых условиях. Победителями «Школы безопасности» в общекомандном зачете стали ученики средней школы Целинного района, а представители Шадринской средней школы номер 13 признаны лидерами слета «Юный спасатель». В Кургане уже этой осенью появится самый крупный в городе «Стрит-арт». Объектом уличного искусства станет здание теплопункта 133 в пятом микрорайоне. Тематикой изображения выбран космос. Стилистика рисунка абстрактная, но в нем присутствуют мотивы будущего космоса прогрессивных городов. Объект появится при поддержке правительства Курганской области, управляющей компанией «Единогласие» и активистов общественного движения «Наш Заозерный». Желающие могут оказать любую посильную помощь в воплощении проекта в жизнь.